Это новости об Украине. Меня зовут Дарья Вершилинка. Здравствуйте. Двое наших военных получили ранения за минувшие сутки на Донбассе, сообщают в Минобороны. На Луганском направлении боевики вели огонь из гранатометов по позициям сил АТО в станице Луганской. В Новоалександровке работал снайпер. На Донецком направлении горячими точками остаются Авдеевка и Верхнеторецкая. Там боевики стреляют из крупнокалиберных минометов. Также возле Авдеевки российские наемники выпустили четыре снаряда из установок, запрещенных Минскими соглашениями. Под вражеский обстрел попали опорные пункты украинских военных в Каменке, Зайцевой и Новоселовке-2. На Мариупольском направлении враг открывал огонь из стрелкового оружия по всей линии фронта. В частности, около Марьинки, Старогнатовки, Павлополя и Широкина. Только два раза оккупанты стреляли из гранатометов в районе Богдановки и Широкина. Также враг активизировал авиаразведку. Зафиксировано семь вражеских летательных аппаратов по всем направлениям. К осужденному в России украинцу Александру Кольченко не пускают украинского консула. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил бывший политзаключенный Геннадий Афанасьев. В пятницу Кольченко удалось попасть членам Челябинской общественной наблюдательной комиссии Ольги Фроловой и Денила Тыповой. Они сообщили, что будут добиваться встречи Кольченко с консулом. Напомню, в прошлом году Северо-Кавказский военный суд в Ростове-на-Дону приговорил крымчан Олега Сенцова Александра Кольченко к 20 и 10 годам колонии строгого режима за якобы подготовку терактов. Аллея памяти. В Киеве высадили 30 красных клёнов в память о погибших бойцах АТО. Этот вид дерева выбран не случайно. Его по украинским традициям сажали во дворе, когда близкий человек уходил на войну. На каждом саженце табличка с именем бойца и местом его гибели. Такая акция проходит по всей Украине с апреля прошлого года. Активисты вместе с родственниками павших посадили уже 90 деревьев в Киеве, Днепре, Харькове и Львове. Это позволяет нам зримо ощущать память людей, которые погибли за то, чтобы мы жили, за то, чтобы в наших городах цвели деревья и за то, чтобы всё было хорошо у мирных украинцев. Сдаём оружие. С 1 по 31 октября в Украине месячник добровольной сдачи оружия, сообщает пресс-служба национальной полиции. В это время граждане могут сдать оружие, боеприпасы, взрывчатку и другие незаконно хранящиеся средства. При этом они будут освобождены от уголовной ответственности. Также, если в этот срок будет добровольно сдано огнестрельное, холодное, газовое оружие, то в дальнейшем его можно будет зарегистрировать и использовать законно. Однако, после оформления соответствующих документов. Пешеходные прогулки по Днепру. На главной водной артерии Украины появляются новые острова. В некоторых местах глубина реки не достигает и половины метра. Таких обмелений только в столице более 150. Куда испаряется вода и как спасти реку, расскажет Маргарита Харунджа. Вот так по колено-воде можно гулять посередине самой крупной реки в Украине – Днепру. Глубина здесь едва достигает одного метра. Таких обмелений в столице экологи насчитали 56. Лишь в центре между мостами метро и Патона их площадь равна трем футбольным полям. Может быть, в будущем бюджет Киева можно сэкономить с тем, что не строить мосты, а как бы просто создать возможность прогуливаться справа берега налево по колено в воде. Но мне кажется, это не очень хорошая идея. Такие почти острова появляются из-за нарушения течения. Днепр перекрыт плотинами и вода в реке застаивается. Чтобы размывать песок, не хватает силы потока. Плюс к этому – это земснаряды, которые добывают песок не там, где нужно Днепру, а там, где есть песок и где есть заработок для владельцев этих земснарядов. И мы видим, к чему это привело. Если так пойдет и дальше, то по Днепру нужно будет не плавать на лодках, а ходить пешком. Полная таблица Менделеева. Так говорят эксперты о химическом составе воды в Днепре. А все из-за того, что предприятия бесконтрольно сбрасывают сюда неочищенные стоки. Только в 2015-м Днепр загрязнили 3 миллиардами кубометров ядовитых веществ. Подсчитали в экологической инспекции Украины. Мы должны принять водное законодательство, которое не будет позволять загрязнителям сбрасывать ядовитые вещества. И для этого есть простые вещи, которые уже сделали в Европе, спасая Дунай. Каждое предприятие должно взять на 10 лет программу и создать замкнутое водоснабжение. Главные загрязнители Днепра, городские водоканалы и крупные предприятия утверждают в экологической инспекции. С начала года ведомство по Киеву провело 40 проверок. Выписали штрафов на 5000 гривен. В то время, когда экологии нанесено ущерб почти в 4 миллиона. Такая разница в показателях кроется в несовершенстве законодательства. Административный штраф за сброс неочищенных стоков составляет от 130 до 180 гривен. Если есть субъект хозяйствования, на него следует наложить такое взыскание, которое оплачивать невыгодно. Выгоднее установить очистное сооружение. Если субъекту дешевле откупиться, тогда это просто экономия. В 2015 Укргидроэнерго сообщила о рекордном обмелении самой большой реки Украины. Приток сократился из 700 до 300 кубометров в секунду. Формальной причиной тогда назвали жаркую погоду. Маргарита Харунжа и Петргалка, UATV. Со всех уголков Украины любители реконструкции съехались в столицу на фестиваль «Цивилизация». Здесь с достоверной точностью воссоздают реальные исторические события и быт военных подразделений разных лет. Римские легионы, армии союзников времен Второй мировой, средневековые наемники, войска наполеоновских компаний. Отдельная зона фестиваля выделена под тематику украинских повстанческих подразделений 19-20 веков. В Киеве открыли самую длинную беговую дорожку в Украине. Ее дистанция целых 2 километра. Расположена вокруг одного из столичных озер, а построена по голландской технологии. Довольна ли новинкой спортсмены узнавала Маргарита Харунжа. Свежий воздух и никаких машин. Озеро Тельбин – одно из самых любимых тренировочных мест для бегунов столицы. Татьяна в спорте – новичок, но киевскому марафону готовятся здесь каждые выходные. Я, в принципе, начала бегать только два месяца назад. Вообще стартовала. И вот за два месяца мне удалось набрать форму для того, чтобы бежать 10 километров. С бегом всегда связано очень много позитивных впечатлений. Можно найти новых друзей и зарядиться какой-то энергией, бодростью. Теперь вокруг озера проложена самая длинная беговая дорожка в Украине. Дистанция – 2 километра. Под резиновым покрытием специальные пружины. Технология – голландская. Беговая дорожка резиновая. Она специально сделана для тех, кто занимается спортом. На твердом покрытии бегать не так полезно, а эта резиновая дорожка будет положительно влиять на здоровье. Поэтому бегать по этой дорожке – хорошая нагрузка для суставов. Аналогов по дистанции в Украине нет. Нам дают гарантию, что она простоит минимум 5 лет. Это большой проект. Он касается замены не только 2 километров резинового покрытия, но и больших плит, которые лежали здесь всегда. Кроме того, полностью благоустроена территория вокруг озера. Сразу после открытия новой беговой трассы участники киевского марафона проводят здесь открытую тренировку. Говорят, покрытием довольны. Спортсмены считают, подобных дорожек должно быть больше, ведь беговой спорт в Украине растет. В прошлом году на марафонскую дистанцию 42 километра вышло 650 человек. Уже в этом году у нас тысяча участников, и это рекорд. Общее количество участников выросло с 3800 до 7000 человек. Пока аналогов этой беговой дорожки в Украине нет. Но власти обещают, если станет популярным спортивным местом, построят еще. А всех желающих приглашают посетить настоящий праздник бега – киевский марафон. Он пройдет в столице 9 октября. Маргарита Харунджа, Тимофей Сорокин, ЮЭй ТВ. Готовим итоговый выпуск новостей ЮЭй ТВ. Мы всегда рядом.